Привет, это снова мы. Мы переставили кастрюлю на маленькую комфорку. И сейчас посмотрим литр воды, через сколько закипит на маленькой комфорке. То есть на большой комфорке мы результат уже знаем. В предыдущем видео мы сняли на большой комфорке. Там, по-моему, 3 минуты 50 секунд. Вот, литр воды. Теперь мы включаем всю катушку на цифру 9. Сейчас посмотрим на маленькую, через сколько закипит. Смотри, какая-то буква К написана. Видишь? Кей, кей, сними. Укука. Подними, писали. Че? А? А, эта штука, ну, горячая. Потому что кастрюля горячая была. Она, вот видишь, я руку ложу и обжигает. Ну, градусов 70-80. Потому что она успела нагреться от дна кастрюльки. А сама эта штука, она холодная. То есть, если у вас убежит что-то с кастрюльки, вы можете просто отодвинуть кастрюльку и тряпочкой вытереть. Понятно? О, у нас уже пузыри тело появились. Минута 10. Вот, написано индукшн. Посмотри, вот здесь. Вот, видишь? Есть тоже не такая же модель. Она стоит 6,5. Она не индукционная. Вот. Когда мы заказали эту, они нам привезли ту. А мы им говорим, типа, давайте нам то, что мы хотим. Потому что нам нужна индукция. Видишь? А сейчас не слышно, как будет индуктор. Просто работа вентилятора слышно и все. Так, провод щупать. Провод холодный. То есть, потребление энергии не настолько большое. Ну, совсем чуть-чуть тепло. Слышишь, вентилятор быстрее начал крутить. Так, 2 минуты с половиной уже. Сколько там? 3,50 было? Сейчас наглядно посмотрим, различается ли по мощности конфорки. Ну, индуктор сильнее, ничем не отбудить. Вот здесь какая-то бумажка налеплена. Я так и не понял, что она символизирует. А-а-а. Пленку защитную оторвать. Вот здесь вот, на этих крутилках, якобы, должна быть пленка защитная. Три минуты четырнадцать. Вообще, у нас вот у родителей есть плита совмещенная. У нее две индукции и две этих стеклокерамики. Мы довольны, как бы, вернее, они довольны, и мы тоже. Вот. Почему брали совмещенку? Потому что разная посуда, короче, любимая сковородка, на которой жарит картошка, она оказалась немагнитной. Вот. Поэтому, чтобы посуду всю не выбрасывать, а на индукцию подходит обычный советский эмалированный коксюль. То есть можно брать эмалированный коксик, вот такой, обычный советский коксик, и днем кипятить воду. Или молоко. Смысл такой. Короче, линии магнитной индукции, кто-то магнитной индукции, они нагревают дно кастрюги. Короче, железо поглощает магнитную индукцию. И при этом выделяется много тепла. То есть сама кастрюля начинает греть то, что налито в нее. И поэтому, как бы, вреда для пищи нет. То есть индукция на пищу не проникает. Она, конечно, проникает, может быть, сюда, в небольших количествах, но этот вред не больше, чем от сотового телефона. От сотового телефона гораздо больше. Хотя там индукция стучает. Во, начинает у нас кипеть 5 минут. Начинает у нас интенсивное образование. Продолжение следует...